все девочки привела себя в порядок могу вам показаться намазала новые тени вот эти вот это новая уже пачка у меня оттенок 07 этот оттенок более такой холодный чем вот у меня в прошлом влоге были самые клевые самые стойкие самые сверкающие такие вот на каждый день дальше девочки в продолжение покупок с вайлберис это я заказала тасюни штрипки это такие силиконовые перемычки ботиночек и штанина закреплена в общем надежно ветер не задувает никакие снег ничего туда не попадает заказала тасюни на демисезонный комбезик такие штучки показываю вам свое небольшое разочарование видели на вайлберисе такие штуки это такие интерактивные пчелки есть зайки клевая штука но какая у нее адская мелодия просто фильм ужасов она очень симпатичная очень хорошенькая но тасюни ее боится я хочу паше сказать чтобы он открутил вот здесь и голову и достал динамик потому что светится и двигается она прикольно но как она громко жужжит это просто какой-то кошмар давайте я вам еще сюда поставлю покажу убавьте чуть-чуть звук на телефоне пока я сейчас ее устанавливаю вы готовы к этому фильму ужасов в общем задумка это прикольно но какую-то другую мелодию бы хотелось для вот этой пчелы я думала тасюни сделаю на 8 месяцев подарок сейчас она мне спит сегодня 20 сентября ты свинечка у меня легла на дневной сон сейчас она проснется я обязательно сфотографирую красиво в нарядном платьице но вот эта пчела вообще что-то пошло с ней не так она симпатичные крылышки тут и все и ручками машет и все но вот эта мелодия она все портит она все портит астинка просто когда на ней не включена она играет с ней хорошо но вот когда она начинает вот это свое бешенство с вот эта громкая музыка и вот это ты 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 просто кукла чаки вчера паша ездил в архангельск по делам встречался со своей мамой опять у нас бабушка балует тасюню подарками заказала вот такие вот столботки это как раз на зиму ростовка я не распаковала давайте покажу фирма зубей таких много на вал перес так что ссылку ставить не могу но очень много у меня носки такой фирмы есть fix price эта фирма продается там носки взрослые поэтому вот размер 80 86 смотрите такие колодки они не махровые но такие вот хлопочек как раз как поддевка здорово про силиконенные пяточки а еще запомните этот диван скоро его не будет наконец-то я хочу вот этот вот синий диван которыми стоит напротив переставить на его место переставить сюда тасин шкаф который у нас в нашей спальне стоит а вот этот диван выбросить на помойку потому что этот диван повидал виды он остался здесь от прошлых жильцов он уже видно что весь истертый истрепанный одна подушка там уже доска проломилась паша мне уговаривает его перетянуть но нет 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 нету мочи у меня видеть эту гробищу в комнате поэтому все все решено сегодня мы будем уносить а еще девочки а блин тащенька начала мне ползать из комнаты в комнату вчера добралась до зеленые миски в кладовку к нам уже сползала в общем нужно как-то заняться изменением пространства своего хранения все небезопасные убрать наверх все что не страшно убрать вниз я например вот в эти выдвижные ящики не страшно если то оси их откроют я сюда положила постельное снизу полотенца нужно всю химию все убрать на верхней полке все хрупкое все убрать вот вообще сегодня созванивали с мамой по видео и она говорит нюся я занимаюсь расслаблением и замотивировала меня тоже она сказала такую клевую вещь говорить я тоже где-то на эту услышала говорит что представьте как будто вы завтра переезжайте в другую страну жить и вот все что вам необходимое вы возьмете все что вот по вашему мнению не нужно избавляйтесь от этого без зрения совести потому что когда у вас дом захламлен он и держит это грузиво а когда у вас пространство практически все свободное для каждой вещи есть свое место все в порядке во-первых не нужно будет часто делать генеральную уборку во-вторых в квартире легче дышится а в третьих ну вы не циклитесь на этих вещах не как плюшки но это все копите 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 потом уже и квартира удовольствие не переносит и порядка никакого не будет в общем с мамой замотивировали друг друга на расслабление вот у меня и так особо расслабляться нечего потому что у меня здесь вот эти полки практически все пустые но заказала для вот этих вот открытых пространств чтобы так не пылились вещи заказала красивые коробочки так что вот мои дорогие буду в процессе съемок видео показывать вам потихоньку как у нас тоже преображается квартира девочки у нас приставная кроватка эта женщина из нее выбралась и пора ставить перегородку потому что она тихонечко тихонечко выползла со своей кроваточки доползла до пультика от телевизора залезла на край кровати вот она была вот так вот нескольких сантиметров от кровати я просто услышала ее вот этот вот ехидный смех вот это что она добралась до лентяйки тася тася мася ты чуть маму до инфаркта не давила и чуть было не было все сегодня прикручиваем прикручиваем бортик у кровати из новшеств достала сейчас из шкафа вообще большой набор посуды нам подарили вот и мы сначала пользовались только ложкой и тарелкой сейчас я тасеньки начала вводить уже и макарошки и гречку и курочку человеческое мясо как обычный просто мелко 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 рублю его по чуть-чуть ввожу кусочки поэтому есть смысл обновить посуду слава богу нам очень нужные вещи подарили еще на рождение тасеньки смотрите достала вот такой паильничек он с трубочкой внутри силиконовая крышечка разбирается все моется вот и вот такая клёвая секционная тарелка белка она тоже на липучки такие раз и реально проще оторвать стол чем эту тарелку поэтому клёво вот сюда например положить крупу мяско овощи такой полноценный сбалансированный обед приятно из такой посудки девчачьей кушать очень красота и достала такие вот вилочки силиконовые тоже милота мне что-то деревянными ручками больше всего нравится такие вот у нас тассенькой обновления посудки это принцесса проснулась я и наведила в платьице какая-то прямо девочка девочка ловила удачный момент девочки с каждым месяцем фотка все труднее милота занимаюсь разбирательство в шкафах навела порядке в своем шкафу везде пыль вытерла и в общем взялась за гардеробчик убираю что уже мало достаю что нам становится в пору и такое чувство как будто мне эту ревизию нужно будет проводить каждый месяц потому что тассенька растет с неимоверной скоростью и те вещи которые мне казалось ну это в следующем году они сейчас уже как легкий оверсайз в принципе носить можно сейчас чуть-чуть велико не молоко говорится в прошлом логе показывала эту курицу заводную на которую нажимаешь и колесики крутятся знаете машинки еще такие есть у ребят что подрыгаешь она едет без батареек без него просто на колесиках клевая штука потому что я эту курицу иногда для тассенькиного отвлечения внимания нажимаю на нее она катится и так ползет за ней это если я хочу у нас дождь пошел девочки первый осенний дождь если я хочу отвлечь тассеньку изменить траекторию пополновений то это курица вот вот этот бодик тоже это я сейчас распаковываю это нам дарила пашина мама чуть-чуть на вырост его тассенька доросла до таких прелестных вещичек моя лапочка блин все тассенька у нас к осени готова красота так увидите у меня чтобы редко тут движется до нее добралась прелесть платье нам велико обвязочка уже девочки подвязываю штору потому что к нам приползла шпионка мешать маминой уборке а может и помогать пришла я пока не поняла ты сильная тогда пошла вторую штуру могу нарадоваться что она начала ползать и так интересно есть само интересно все изучить в квартире на улице просто какой-то апокалипсис ужасный ветер посреди как деревья колышу сегодня стаси гулять не ем совместная готовочка все девчонки я закончила все домашние дела которые планировала сделать сегодня привела себя в порядок и пока у меня это событие свежо в памяти я хочу с вами поделиться вчера мне вечером была тренировка по танцам и я обычно когда до туда добираюсь я разговариваю с мамой по телефону и значит ничего не предвещала беды да я просто никого не трогала просто разговариваю с мамой по телефону захожу в автобус и она мне говорит нюся ты на чем добираешься то игру я на автобусе и дальше что-то вот у нас не разговор пошел 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 и я с автобус был битком набитый бабуля сидела на пассажирском сиденье и она мне значит а как себе подзывает такая девушка я думаю может она мне хочет эту остановку спросить как называется или где и выходить или что-то вот такое я отодвигаю телефон пододвигаюсь к ней и она мне говорит правильно говорить не на автобусе а в автобусе я в этот момент даже немного опешила я не ожидала что она мне начнет как-то поправлять и это во первых было неуместно а во вторых откуда она знает в каком контексте я и ответила на автобусе мама же мне не спросила где ты находишься тогда я да нахожусь в автобусе а если как средство передвижения то конечно я иду я иду на ногах мама ко мне летит на самолете я поеду на такси я же не говорю я поеду в такси или я поеду в самолете не знаю девочки я извините поправьте меня в комментариях если я не права но я всю жизнь руководствовалась вот этим правилам ну ладно я я в принципе не хотела устраивать эти дебаты и соревнования в конкурсе русский медвежонок с этой бабулей в автобусе я не ожидала что она мне начнет вот так вот лезть к незнакомому человеку в телефонный разговор девочки я не придумала ничего умнее чем просто сказать говорю женщина говорю вы такая культурная гуля почему лезете в телефонный разговор почему перебиваете грили лезти к незнакомым людям она тоже дальше началась проходиться по моей внешности потому какая сейчас молодежь какие все хамы и там можно идет мужичок ехал на шнушники сняла душу и послушать чё у нас будет чё же у нас будет дальше но сама вы то есть эта ситуация она длилась то есть очень быстро секунд тридцать я вот ей сказала говорит вообще-то круто же не культурно говорю что вы не с такими людям тут получаете грили лезьте в телефонный разговор может у меня звонок важный губами тут лезете своими советами и а как мне надо было ответить мама говорит а на чем ты добираешься я скажу в автобусе так ведь тоже не скажешь то есть правильно и так и так смотря какой контекст и в русском языке знаете правило сегодня можно так завтра так а послезавтра и так и так правильно и мне ли учить эту бабушку и вообще я просто честно я была в шоке что незнакомый человек меня сидит получает и это мне кажется было еще раз очередной пинок мне под зад что мне пора ездить на машине на машине я вот когда начала вот говорить что это не культурная мама мне так по телефону молодец молодец не все отстоял свои границы я просто как человек который никогда в жизни я не лезу к незнакомым людям с поучениями если мне есть что сказать хорошее я всегда скажу что-то плохое ли с чем я не согласна даже в комментариях я гневных комментариях каких-то оскорблений никогда никому не пишу если есть что хорошего сказать я скажу плохое но я это при себе ставлю и все потому что но не горячо не холодно на учение никому не станет особенно незнакомым людям вот никогда так не никому не подхожу может быть прогуляла очередной урок русского языка потому что у меня был рюкзачок за спиной как бы я ехала без макияжа девочки вот такая вот ситуация со мной произошла вроде как-то и хамить не хотелось но и тоже как-то а что она ожидала что я скажу о спасибо милая бабуля я запомню тебя на всю жизнь куда мне дальше деваться даже если я что-то сказала и не так я не исключаю того что я не фонтанирую какими-то заумными словами и не претендуя на звание просто гения всея руси и то что потом я ехала я с мамой тоже я не стала я не стала класть трубку я с мамой все еще продолжала телефонный разговор и слышала краем уха как она обсуждает меня с какой-то женщиной которая сидела рядом что мы и молодежь но и хамы но и хавалка едет и посмотрите на нее как она одета да как она выглядит в общем ушат говна на меня вылили автобусе абсолютно незнакомый мне человек такая вот история девочки девчонки снова рубрика похудею завтра у нас сегодня на ужин блинчики с творогом такая вот вкуснятина уже не терпится скорее попробовать но я пока не дожарю все не прикоснусь к этой вкуснятины что они будут с творогом другие просто так дело вообще печь кексики ваша говорит нюсь хочу блинов ну чё муж попросила как не спечь молодец да у тасюни груша в нибблере тасенька вкусно все девочки перед сном навела красоту на кухне просто обтерла все поверхности плиточку я не лягу спать пока у меня грязная плита посуда в раковине еще что-то я не могу лечь спать пока в квартире грязно и девочки вот так вот каждый день по чуть-чуть по чуть-чуть это не занимает много времени но вот такая вот просто легкая поддерживающая уборка в квартире всегда чисто не копится миллион грязи и потом не нужно где такую генеральную уборку себя заставлять себя вымучивай вот эти тонны грязи тонны мусора выносить все по чуть-чуть и каждый день дома красиво не стыдно чисто с утра просыпаться приятнее когда на кухне порядок во всей квартире порядок да в течение дня у меня может быть там разбросаны игрушки какая-то посуда еще что-то сковородки лежат и прочее на кухне но на ночь я все это быстро быстро убираю чтобы начинать новый день заново со свежей головой со свежей квартирой но это утро воскресенье все в делах паша сегодня выносил наш огромный диван угловой на помойку с четвертого этажа это был тот еще квест вот а я опять приготовила вкуснятина девчонки хотите расскажу так тут у меня жареная свинина с луком просто соль перец и все пожарила ее а здесь у меня вкуснейшая картошка это просто отварной картофель сливочное масло чеснок и укроп красота и вкуснота я после восьми месяцев осмелела в плане питания здесь у нас гречневая кашка варила ее на мясном бульоне и курочка и овощная пюрешка свинья готова давай все сыпется мама одной рукой камеры держит сейчас покажу вам свою находку который я спонтанно ходила просто в магнит продуктовый и увидела на нижней полочке детские вещи продаются 30 рублей я считаю шикарная цена это хлопок волбрис цена на эти труселя неадекватная как-то раз залезала посмотреть 500 рублей за две или три штучки не взяла вот такие вот с оранжевыми мячиками а другие что-то вот бежевое такое здесь ну что ж мои дорогие на этом я буду заканчивать свой такой небольшой влог да этот влог получился коротенький но мне уже честно душа просит скорее его загрузить чтобы мы с вами пообщались чтобы мы с вами увиделись а еще я хочу вас поблагодарить нас уже целых три тысячи человек и я хочу сказать огромное спасибо каждому кто подписан кто смотрит кто оставляет добрые комментарии вы просто не представляете как у меня душа поет когда я читаю ваши добрые слова как три тысячи человек это очень много очень много новых зрителей и давайте в следующем ролике устроим вопрос-ответ удовольствием отвечу в следующем ролике на все интересующие вас вопросы оставляете их можете оставлять их в комментариях здесь под этим роликом в телеграм-канале я каждого сердечно благодарю спасибо что вы со мной до встречи в следующем ролике вот было бы возможно встретиться с вами лично за обнимала бы каждого я знаю что некоторые смотрят семьями я хочу еще раз передать вам огромный привет пожелать всего самого замечательного спасибо что вы у меня есть до встречи в следующем ролике и пока пока